Ну, тем не менее, вот эта кривоногая, как вы ее называете, критикесса, она слова во фразы складывает хорошо, то есть она в своем ремесле достигла чего-то? Нет. Это не Англия, это не Америка, это Россия, здесь нет критики. Нет балетной критики, театральной или нет критики вообще? Про телевизионную я знаю, что ее нет. Нет, нет критики вообще, сейчас есть обозреватели. Понимаете, критики, серьезные критики, вообще театроведы, балетоведы, ну, а те, кто действительно занимается профессией, их осталось очень немного, и они пишут книги. Для изданий нужно обязательно, чтобы человек написал статью в том ключе, который требует главный редактор. Не мне вам рассказывать, как журналисту, да? И то, что они пишут, они хотят, они так ставят слова, чтобы кого-то задеть. Но что прекрасно в России, я тоже об этом говорил миллионы раз, всем наплевать, что написано в газете. И чем хуже написано в газете, тем больше привлекает внимание. Если вы в Англии дадите плохую рецензию, а сейчас у них вообще, что они сошли с ума, они дают еще звездочки спектаклям, фильмам. Ну, хорошо, но фильмам понятно. Ну, как спектаклям можно дать звездочки? Ну, как можно дать звездочки полотно Леонардо да Винчи или Микеланджело? Ну, объясните мне. Ну, вот, там прекращаются продажи билетов, потому что люди не пойдут. Они очень верят изданиям, хотя очень часто у них пишут просто люди, которые ничего не смыслят в том, о чем они пишут. Но у них есть репутация у изданий. А у нас в стране этого нет. И никогда не будет в искусстве, не будет никогда. Вот так прям вот уверенно. Прогнозы – это такое неблагодарное дело. А потому что я, вы знаете, опять-таки, у меня нет иллюзий. Помимо того, что я артист балета, я делал в том, что я очень старый московский театрал. До того, как мы еще переехали уже учиться в Москву, я постоянно посещал театр. Меня специально мама привозила всегда зимой и летом на большое время, чтобы поводить по московским театрам. Она просто давала мне кругозор, она ни к чему не приучала. Это было чисто вот… И она с удовольствием сама со мной ходила. А вот то, что касается… Когда я стал уже с 13 лет ходить везде, то я, во-первых, всю эту публику знаю. Я знаю, кто с кем дружит, я знаю, кто что пишет. И я знаю, что вызывала всегда восторг среди театральной публики, на что она ориентировалась. Понимаете, про меня написали такое количество гадости, что если бы хоть как-то это могло бы и возыметь хоть какой-то смысл или толк, то никогда, никогда такого ажиотажа ни один мой выход бы не сопровождал бы. Потому как бы что они со мной не делали, попасть на меня было невозможно. Самые дорогие билеты в Большой театр были связаны только с моим именем за последние 25 лет. Потому как бы, ну, что на них обращать внимание. И потом Крылов. Гениальная фраза. Без драки прослыть большие забияки, понимаете? Ну, а потом вот этот вот символ кривоногой уродины. Это, ну… Это очень приятно. Вот я, когда каждый раз ее вижу, я просто, знаете, вот как Елей на сердце. Прямо вот честно. Вот для меня это… Ну, вы не… Знаете, что очень удивительно, что… Ты, ты существ… Мне это было всегда очень интересно, что человек существует, зная, что ее ненавидят тысячи, тысячи людей. Может, она питается этим? А нет, она свое эго бездарности восполняет тем, что она свой пьедестал строит на этой ненависти. Ну, смотрите, она все-таки допилась того, что Великий Цискоридзе… Нет, Великий Цискоридзе говорит о человеке, никогда не употребляя имя, для того, чтобы не делать рекламу. Это правильно. Добрый день, друзья и недругие. Одним из самых интересных собеседников я числю Николая Максимовича Цискоридзе. Я основываюсь на собственном опыте, то есть, из самых интересных собеседников, с которыми мне приходилось общаться. Почему? Говорил уже это, повторю. Дело в том, что у всех социально значимых есть некий набор историй, штампов, клише, таких вот рабочих баек, на которые они всегда воспроизводят. Более того, очень многие мои коллеги как раз предпочитают не искать что-то новое, не докапнуться до какого-то эксклюзива, а идти вот по протоптанной дорожке, зная, что эти истории хорошо воспринимаются зрителям. Так вот, чем хорош Николай Цискоридзе? У него всегда есть иная трактовка даже тех историй, которые он уже рассказывал, даже если возвращаясь к тому или иному эпизоду из его биографии, или упоминаешь то или иное имя, он всегда рассказывает что-либо новое, либо под новым ракурсом. И он из тех собеседников, который говорит на любые темы, в том числе и некомфортные, и никак не обозначает свое отношение к этому. То есть он не только профессиональный телевизионщик, как человек, который умеет вести шоу, как вы знаете, и брать интервью, он не только блестящий рассказчик, он еще и человек, который очень хорошо понимает законы жанра. Что касается, на кого я обращаю внимание сегодня, кто является моим критиком, вообще, если честно, хамское поведение журналистов многих за последние 20 лет, они меня отучили читать что-либо написанное, ну вот как сказать, критические статьи. Я практически ничего не читаю. Иногда я читаю для того, чтобы просто знать, что очередной раз, откуда идет бомба. Потому что то, что сейчас пишется, подчас, я когда читаю, я просто честно немножко, меня берет отрыв. Ну, знаете, у меня был один раз серьезный конфликт с человеком, как конфликт, просто я честно ответил, а человек это воспринял как обиду. Этот человек, он может быть, я-то там уважаем по профессии, он физик, он модератор одного из балетных сайтов. И он так меня оскорблял и мне говорил, что я ничего не понимаю, то, чем я занимаюсь. На что я его остановился, попростите, я в этой профессии народный артист. У меня есть образование за конкретно, не только балетное, как артиста, но я уже и педагогом к тому моменту был. Вы мне говорите, мы с вами не о физике дискутируем, мы говорим о балете, я в нем гораздо больше понимаю и знаю, нежели вы. Мало того, у меня были те спектакли, которые я готовил, я готовил с теми людьми, которые с вами не будут вести диалог. Да, а мы спорили о балете «Жизель». Я «Жизель» готовил с Галиной Сергеевной Ивановой, не самой последней исполнительницей в мире, особенно же партии «Жизель». После этого я стал враг номер один. И вот уже на протяжении, наверное, лет 12-14 меня не просто оскорбляют, поливают в интернете, понимаете, если на это обращать вообще внимание, причем, что он это делает не один, делает вся его семья, все его друзья и приспешники. Это идет массированная атака, оскорблений, унижений и каких-то вообще чудовищных вещей. Потому если на это обращать внимание, а как может человек этот считаться критиком? Когда я был начинающим молодой артист, вот эти баталии шли под колоннами большого театра. Но при появлении интернета вот эти споры, они выплеснулись в интернет. Раньше, ну, там они поговорили, подскорили под колоннами или у фонтана большого театра и разошлись. А теперь это все происходит в интернет-изданиях. Это стало, это вышло за пределы уже допустимого. Почему вот я беспокойна о том, что пишут о балете, да, и мы проводим эту конференцию, потому что, к сожалению, зачастую пишут мифы, абсолютно игнорируя реальные вещи и документы особенно, да. Так как я в последнее время имею доступ к самым главным документам, касающимся истории балета, которые хранятся на территории Академии, то, читая их, я все время поражаюсь тому, о чем пишут. Мало того, и тому, что снимают по балете. Потому что за последнее время, конечно, важный такой момент. Очень много появилось и блогов, и журналов, и интернет-изданий, и всякие сайты, где высказываются разные люди. Но, к сожалению, такая профессия, как балетоведение, да, которая все-таки, капиталь вот была зарождена Герой Михайловной Красовской в метрах Академии, которую вот три года назад мы опять восстановили, потому что я считаю, что это очень, конечно, узкое специальство, оно очень необходимое, оно должно существовать, потому что чем дальше я наблюдал за тем, что пишется, ну, так скажем, с точки зрения критики в разных изданиях, это приводило, конечно, немножко к огорчению, потому что хотелось бы, чтобы те люди, которые профессионально посвящают себя, ну, посвящаясь профессиональному такому разбору спектакля, они были в курсе не только вот спектакля, которые они посмотрели, а вообще-то хотелось бы, чтобы они понимали в этом жанре и разбирались то, о чем они пишут. Мне тоже очень повезло в жизни. Первую лицензию на мою творчество написал Борис Александрович Любовь Аднухин. Написал он не то, что он меня хвалил, он и какие-то сказал свои сомнения по поводу того, что я сделал, какие-то хорошие, подчеркнул качество молодого абсолютно артиста, который делал первые шаги на сцене. Но это было настолько с какой-то... и вот то, и те опасения, которые высказывал, и те какие-то положительные вещи, которые он получил, с какой-то так... с таким уважением, что вот на протяжении многих лет я вот все время думаю, ну, почему нельзя не то, чтобы ругать, а действительно высказать свое мнение отрицательное, но уважительно. Вот это меня все время поражает. Я говорю, ругать надо. Высказывайте свое мнение абсолютно честно. Но можно научиться это делать уважительно? Прозвучала фамилия Цискоридзе. Я вот не могу не зацепиться за это и не узнать насчет... Вот говорят же, он будет директором, да? Вы считаете, он подходит для этой роли? Ну, слушайте, Коля самый удивительный, как бы, персонаж в нашем балетном мире. В смысле? Во всех смыслах. Он образован, он профессионален, у него есть какие-то идеи. И я просто знаю, что в течение пяти лет балетом в Париже руководил Рудольф Нуриев. Тоже очень непростой персонаж. И на сегодняшний день это был лучший период в истории Гранд-Опера. То есть, я, честно скажу, я не против того, чтобы Николай попробовал себя на другом поприще. Понятно. Я ему очень доверяю, как профессионалу, очень доверяю, как человеку, который проработал в Большом театре всю свою жизнь. Поэтому для меня этот вопрос будет только поддержать его и помочь, если ему это понадобится. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Следующий экспонат. Посмотрите, какой красавчик. Нихуя себе! Смотри, какой классный! Я бы себе дала! Подожди, 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 подожди! Смотри, давай, сводь, сводь! Быстрее, быстрее, пока не еще! Вот так, ровненько, вот так вот, еще чуть-чуть сюда, 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 еще вот, вот так, ага, да, есть, о, класс! Слушай, ты супер просто! Номерочек свой оставься, пожалуйста!